Паломничество Монашеское государство Афон Стоит в Казахстане Каждую неделю по понедельникам и четвергам корабль отправляется от пристани в поселке Ормас-Панайе с 8.30 утра и направляется к Афону, где расположено единственное в мире монашеское государство. Монашеское государство Афон состоит из 20 монастырей, 17 из которых греческие, 1 сербский, 1 болгарский и 1 русский. Управляется монашеская страна, избираемая на небольшой срок правительством, которое состоит из представителей всех монастырей. Устав, главный закон Святой горы, запрещает женщинам пересекать ее границу. Поэтому монахи-святогорцы и привозят святыни своих обителей на борт корабля, чтобы им могли поклониться и женщины, и дети. Корабль проходит всего в 500 метрах от берега, откуда обители Афона видны как на ладони. У паломников есть возможность написать записочки с именами своих близких, чтобы потом передать монахам для поминовения на Святой горе. Во время круиза гид паломнического центра Салунь по громкой связи проводит экскурсию, рассказывая об обителях Афона, которые видят паломники. Созерцание суровой и величественной красоты Афона оставляет незабываемое впечатление на всю жизнь. Но впереди паломников ждет главное – встреча с афонскими святынями. Вы видите, как к кораблю приближается моторная лодка и на борт поднимаются братья монастыря Денисиад с великими святынями своей обители. Это икона Пресвятой Богородицы Акафистная, изготовленная из воска почти 2000 лет назад святым апостолом Лукой. Рука святого Ивана Крестителя, которую он возлагал на голову Иисуса Христа во время крещения, мощи святой Пороскевы и часть креста, на котором был распят наш Спаситель. Паломники могут передать на Афон свои записочки, задать сотрудникам паломнического центра Салуни любые вопросы и получить исчерпывающие ответы. Светлая благодатная радость от встречи со святынями всегда сопровождается грустью от расставания с ними. Святыни покидают корабль, но в сердце у каждого остается тепло благодати и искра неземного света, которая сохранится надолго. А паломничество продолжается, и вот уже главная святыня обители Ватопед, поезд Пресвятой Богородицы, прибывает на корабль. Вы видите, как иеромонах с ковчегом выходит из катера и благословляет всех присутствующих Великой Святыней. За ним следует монах с иконой Пресвятой Богородицы Всецарица, имеющей особую благодать исцелять от онкологических заболеваний. Молита со святогорцами, прикосновение к чудотворной иконе и к поясу, который своими руками садкала и носила Матерь Божия, исцеляет душевные раны и телесные недуги, дает человеку особую благодать, несравнимую ни с чем земным. Каждый паломник, приложившись к святыне, по традиции получает поясок, освященный на поясе Пресвятой Богородицы. И вновь общее благословление Великой Святыней поясом Пресвятой Богородицы теперь уже на прощание. Еще одно паломничество завершилось. Но божественный свет, который паломники уносят в своих душах, еще долго будет светить им и их близким.